Ры! 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 Малаши Гири Цзюдан. Вот вариантов исполнения Малаши Гири Цзюдан действительно такое количество, потому что можно комбинировать как дистанцию, варианты разгибов ног, варианты подворотов. Мы опять продолжаем тему подворота. Подворот ноги. Нужен и когда его делать? Для того, чтобы исключить травмы колена, так же как и при ударе лоуки, если мы остаемся в прямом, на фронтальной позиции, то основная сила действует на коленный сустав, тем самым мы можем себе все, что надо травмировать, и ваша спортивная карьера в принципе закончится. Для Малаши Гири Цзюдан такая манера исполнения, только для гипергибкого сустава возможно, нужен обязательно подворот. Во-первых, это удлиняет на длину бедра, удлиняет само Малаши Гири, Цзюдан, и вдобавка увеличивает устойчивость в ополе. Когда делаем подворот? Сегодня сделаем подворот без всякой маскировки. В момент выноса колена делается подворот. Смотрите. Ич. И нога фиксируется. Упор, как будто пальцы, это корневище дерева, оно должно прям заземлиться. И отсюда мы сразу выносим коленку, тем самым делая подворот. Теперь сам удар. Вот оно движение. Еще разочек. Выстрел, позиция. Здесь мы практически выпрыгиваем, чтобы удар получился более пружинистый, как и прыжки. Вот оно движение. С левой ноги аналогичным образом. Вот она нога. Пяточка идет к попе. И делается мощный разгибатель. Вот оно движение. Нога. Подворот. Подворот. Тем самым хорошо использовать такие удары, когда это может быть имоваша чудан, имоваша дзюдан. Например, частая привычка у спортсменов поправлять кимоно или почесывать нос. Только человек почесывает нос, открывается печень, еще больше, например. Вот. Ну, ты ставим нормально. И так вот, да. Почесывается. Вот здесь нужен момент взрыва. Например, я стою далеко. Втягивание. Вот оно, да. Моментальный прыжочек. Есть руки. Поправляют поясок. Вот оно движение. Все рассчитано на доли секунды. Как говорится, дорогая ложка кабельных. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у. Пу-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Пу-u-u-u-u-u-u.